Живые уроки в действии. В АлатРе побывала первая группа туристов в рамках экскурсионно-образовательного проекта. Познакомиться с достопримечательностями города, о его истории, прибыла группа педагогов гимназии номер 5 города Чебоксары. Видеоматериал мы получили от наших коллег с АлатРского телевидения. Посмотреть на экспозиции, потрогать своими руками, напитаться энергией города. Такую цель ставили перед собой первые участники проекта «Живые уроки». Увидеть колорит этого уездного города, замечательного, который уже своим воздухом, своим пространством отличается, мне кажется, от многих городов России. Пройти здесь пешком и просто посмотреть архитектуру простых зданий и построек – это уже, я считаю, большая находка. Кроме того, для нас очень интересен данный национальный музей. Замечательные экскурсоводы, которые увлечены своим делом, и можно в разные музеи ходить, но подача материала – это тоже очень важно. В АлатРском краеведческом музее представлены уникальные экспонаты. Палеонтологическая коллекция дает реальное ощущение эпохи. Все можно потрогать руками. Живая экскурсия несравнима с виртуальной. В музее собраны исторические документы, свидетельства разных эпох. Когда-то АлатР был известным в России купеческим городом. Купечество, безусловно, в учебниках истории, купечество у нас идет одной из основных линий, о которых ребята, ну, как-то уже даже не чувствуют современные дети. Они путают дворянство, купечество, крестьянство, рабочий класс, для них нет разницы. И когда здесь смотришь на то, что собрано людьми в национальном музее, это, конечно, соприкосновение с историей. АлатР силен своими традициями, православной верой. Во многих семьях горожан до сих пор готовят постные булочки в виде жаворонков. Издавна пекут их в день 40 севастийских мучеников. Такие булочки-жаворонки Великий пост радуют дух постящихся, приободряя и укрепляя примером мучеников-христиан. Смогли попробовать себя в роли жителей АлатРа и учителя 5-й столичной гимназии. В кафе гости сами раскатывали тесто, лепили булочки в виде птиц. Гастрономический туризм тоже одно из направлений, которое может привлечь в АлатР туристов. Город стал участником двух всероссийских экскурсионно-образовательных и патриотических маршрутов. Останавливаться на этом здесь не собираются. В планах город-музей под открытым небом, АлатР – центр паломничества по Волжье и другие. Только за последние 5 лет АлатР посетили 60 тысяч туристов. В основном, конечно, паломники. В городе действуют два монастыря и 8 православных приходов с общим количеством 18 храмов. Два из которых являются памятниками федерального значения. В качестве главной достопримечательности на сегодняшний день в АлатРе известен Свято-Троицкий мужской монастырь. Но гости города проявляют также большой интерес и к Киево-Николаевскому женскому монастырю. Недаром центром Поволжского православия названа наша АлатРская земля святейшим патриархом Алексием II во время его визита в город в 2001 году. На самом деле нет подобного города в нашем регионе, где было бы сохранено такое количество храмов. Это огромное историческое и в первую очередь духовное богатство, которое является жемчужиной нашего туристического потенциала. Гости из Чебоксар прогулялись по исторической части АлатРа, прошлись по старинным улицам, почувствовали их особую атмосферу, прониклись духом истории. Начало проекту положено. Педагоги заверили, что теперь обязательно вернутся сюда еще раз, уже со своими учениками. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...